Добрый день, уважаемые зрители! Ну, наконец, к нам пришел долгожданный гость. Многие из вас спрашивали, ну, когда же опять придет Юрий Николаевич Жуков? И вот он пришел. К сожалению, Юрий Николаевич просто немножко приболел, и тут были, конечно, новогодние праздники. Ну, и возраст. И возраст, да. 81 год, это не шутка. Будет 25 января, по-моему, да? Первого. В понедельник. А, в понедельник. Заранее не поздоровляет, но, тем не менее. Слушайте, ну, можно только позавидовать, что вы сохраняете в таком солидном... Это внешне только. Только внешне. Внутри все уже сдохло. Ну, понятно. Но, тем не менее, вы же продолжаете работать, понимаете? А куда деваться? Да. У нас был Николай Иванович Павленко, который прожил 100 лет, дай бог вам повторить его подвиг. Не надо, не надо, не надо. Он работал до 97 лет. Так вот, Юрий Николаевич спустя довольно продолжительное время вновь пришел к нам в студию. Я думаю, представлять его, конечно, не надо. Это замечательный российский историк, знаменитый российский историк, один из лучших знатоков истории России 20 века, доктор исторических наук, которого любят и знают миллионы наших людей. Ну, вот мы уже записали несколько программ, и предыдущая наша программа была посвящена так называемому первому поражению Иосифа Писареновича Сталина в борьбе за модель советского государства, которую большевики строили после окончания... Да еще в Горниле, но затем после окончания гражданской войны. А вот сегодняшняя наша передача будет посвящена как бы следующему этапу в развитии советской государственности. Это НЭПу. Как известно, практически сразу после окончания такого фронтального этапа гражданской войны, когда были разбиты основные силы белого движения в европейской России, в марте 1921 года проходит 10-й съезд РКПБ, на котором Ленин неожиданно для многих делегатов этого съезда выступает со своим знаменитым докладом о замене продразверстки, проддалогом. Это, по-моему, предпоследний день работы... 15 марта. Да, 15 марта работы этого съезда. И, в общем-то, этот доклад произвел на многих присутствующих такое шоковое состояние. Источники фиксируют, что с докладом выступил только нарком продовольствия Александр Митич Цурупа, а в прениях практически там несколько человек, 3-4 человека, и все. История НЭПа, она настолько была извращена в советской историографии и в советский период, и особенно в постсоветский период. Более того, идеологи Горбачевской перестройки представляли НЭП чуть ли не как некий талон развития социализма с человеческим лицом. Они пытались навязать и Горбачеву, и широкому общественному мнению. И Яковлев старался особенно. Да, представление о том, что НЭП – это золотой век советской государственности и так далее, и так далее. Насколько это так, у Юрия Николаевича в свое время выходила замечательная книга «Оборотная сторона НЭПа». Она является, по-моему, третьей книгой, да, вот в этом шестидомнике. И там вскрыты такие уникальные аспекты, значит, истории НЭПа, о которых многие профессиональные историки не знают. Я уже не говорю о, так сказать, широких кругах любителей истории, да, и студентов. Юрий Николаевич, ну давайте вот мы об этом как раз сегодня и поговорим. С удовольствием. А в «Оборотной стороне НЭПа». Но я позволю себе начать очень коротко с военного коммунизма, потому что НЭП родился там. Как и о НЭПе, о военном коммунизме представления, искаженные до предела. Мифологизирован полностью этот период, который продолжался фактически один год, 20-й. Не от 18-го года до 21-го, а только 20-й год. И в чем это выражалось? Прежде всего, милитаризация труда. По предложению Троцкого, который полагал, вот-вот начнется революция в Германии, нужно бросить на помощь нашу Красную Армию, сами армейские соединения он решил не распускать. Трудно мобилизовывать, вооружать, обучать. А так готовая армия. А что с нею делать в мирное время? Все уже, ничего, нету никаких войн. И он предложил создать обычные армии, сделав их трудовыми. То есть армия сохраняется как военная организация, но красноармейцы отправляются на работы. Ленин радостно поддержал это, как ни странно. У нас даже есть, по-моему, в 45-м томе его короткая записка, что он поздравляет с такой важной инициативой. А что это означало? Это означало, что красноармеец работает на заводе, на железной дороге, где угодно, но зарплату не получает как рабочий, он должен соблюдать воинскую дисциплину, не имеет права покинуть это предприятие, ничего. И профсоюз его не защищает. И в течение месяца это настолько понравилось Ленину и другим членам Политбюро, что решили проводить милитаризацию труда во всех отраслях народного хозяйства. Те, которые функционировали. Для работников железных дорог, водного транспорта, шахт, нефтедобычи, потом пошло производство электротехнических изделий, металлургия, все, что еще сохранялось, милитаризировалось, и рабочий прикреплялся как бы цепями к своему станку. Это, естественно, вызвало протесты. И прежде всего со стороны профсоюзов. Томский, тогдашний председатель ВАЦ СПС, попытался оспорить такие идеи в Политбюро. Его завернули. Это был сентябрь месяц 20-го года. Тогда что происходит дальше? Собирается 3 ноября вторая всероссийская конференция профсоюзов. На ней выступает Рыков, как председатель ВСНХ, и говорит, что вообще профсоюзы уже не нужны по логике событий. Как пролетариат будет защищаться от пролетарского же государства? Нонсенс, нонсенс. Поэтому нужно, как предлагает товарищ Троцкий, проводить угосударствление профсоюзов, подчинять их конкретному наркомату, что к тому времени Троцкий уже сделал. Он же был не только нарком воен, но и нарком пути. И он практически ликвидировал профсоюзы на железнодорожном и водном транспорте, назначал якобы профсоюзных деятелей, которые, как говорил тот же Зиновьев, превратились в погонял. Они не защищали рабочих, а наоборот заставляли их работать. Более того, за нарушение такой дисциплины сначала административные наказания, а если они повторяются, врев трибунал. И вот проповедовал Рыков на конференции весь свой доклад. В ответ выступил Рудзутак, тогда заместитель Томского. И он, по-моему, был главой профсоюза металлистов, да? Да, совершенно верно. И сам он из рабочих. Он выступил с очень интересным докладом. Он сказал, рабочие терпели голод, холод, нужду, работали из последних сил. Мы понимали, идет гражданская война, мы защищаем советскую власть. Каждый на своем месте. Но, простите, гражданская война кончилась. А делал он доклад 5 ноября, когда прорвали Перекоп. Опять же, наверное, наши слушатели и зрители не знают, прорывали Перекоп. Не красноармейцы, махновцы. Махновцы, да. Их первыми пустили туда. Он, кстати, по-моему, за это получил и Орден Красного Знамени. Да, совершенно верно. И говорит, а что дальше? Дорогая власть, что вы дальше будете делать так же, когда уже нету гражданской войны? А в этот момент готовился пленом ЦИКа. Ленин только что предложил, как предсовнаркома, повестку дня, подготовка к очередному съезду, восьмой съезд, Всероссийский съезд Совета. Это было единственное. И тут ему докладывают содержание докрада Рудзутака. Рудзутака. Ленин перепугался, потому что для главы пролетарской партии потерять пролетариат – это покончить самоубийством. Он тогда принимает решение, пленом заседать должен, повестка дня, профсоюзный вопрос, конференция. Вот отсюда и начинается эта знаменитая профсоюзная дискуссия. – Да, совершенно верно. Но сначала Ленин должен был выступить на этой профсоюзной конференции, а потом он сообразил, что нельзя ему. Почему? Да он в марте 20-го года вместе с Троцким отстаивал милитаризацию труда и отказ от профсоюзов. Ну, как ему спустя полгода говорить прямо обратное? Тогда послали Зиновьева. Зиновьев выступил, говоря, рабочие должны получать и тепло на предприятиях, чтобы они работали. Рабочие должны получать еду, так, чтобы быть сытым, кормить свою семью, одежду получать. И они справедливы, когда возмущаются. То же самое он повторил через несколько дней на партийной конференции в Харькове, Компартии Украины. Харьков тогда столица была Украины. И получилось раздвоение. Троцкий выступает за, ну, будем говорить, прямо ликвидацию профсоюзов, а Ленин устами Зиновьева наоборот. И дискуссия продолжается. Ноябрь, декабрь, январь, а ничего в жизни не меняется. И тогда рабочие откликнулись так, как они должны были откликнуться. Начались завастовки. Прежде всего в Петрограде, на крупнейших предприятиях, Путиловском, Балтийском, Сестрорецком, на всех других. Рабочие требовали очень мало. Они требовали, чтобы топливо подавалось на предприятие, тепло было в домах, одежда, еда. Немного, просто они хотели жить, не больше. Речь даже не шла о повышении зарплаты, о снижении норм, нет, только об элементарном. Затем эти же забастовки начинаются и в Москве. это нынешний серп и молот, нынешний красный пролетарий и так далее. Трехгорка. Да. Нет, текстильщики не бастовали. Не бастовали, да? Только вот действительно настоящие предприятия. Пролетариат такой, тяжелая промышленность. И что дальше происходит? Неделя, забастовки идут две и постепенно они превращаются в угрозу для советской власти. Потому что ничего ни Петросовет, ни Моссовет не могут дать в ответ на требования рабочих. Более того, из-за того, что Донбасс не дает угля, а запасы кончились, в Петрограде закрывают почти все бастующие заводы. И рабочие из-за бастовщиков превращаются в безработных. Они из-за этого теряют право на паёк и прочее, прочее. И тогда они начинают уже шуметь вполне серьезно. Подвойский, который тогда руководил всеобучим, пишет записку Ленину, что у нас, мол, тут выступала секретарь МК Яковлева и сказала, что пошла вторая волна забастовок. Это не вторая, забастовки не прекращались. И рабочие, прямо говорят, при царизме министр, который не справлялся со своими обязанностями, увольнялся. Не пора ли нам уволить весь Совнарком? Политические требования уже открыты. Да. Пошли. Потому что действительно они видят, что им до дискуссии о профсоюзах на верхах. Им главное, чтобы была работа и нормальное человеческое существование. Закрывают в Петрограде большинство заводов. Все крупные заводы закрыты из-за нехватки топлива. Рабочие продолжают не только выходить на улицы, но и шуметь очень серьезно. И тогда в Петрограде, сначала, потом в Москве, что делают партийные органы? Создают штабы, которые должны в случае чего взять на себя все проблемы. В Петрограде это Лошевич, который до этого командовал седьмой армией, защищавшей Петроград от Юденича и эстонцев. В каждом районе маленькие районные штабы. При каждом районном штабе батальон, коммунистический батальон, территориальной дивизии. Круглосуточное дежурство. В Москве то же самое положение. И в Петрограде и в Москве мобилизуют всех коммунистов и отправляют в отряды особого назначения. Они же Чёны. Вооруженных на случай столкновения. У меня дед как раз служил в одном из таких отрядов в Москве. Но это служить нельзя, это просто обязанность коммуниста была. Комсомольца. И положение накалилось настолько, что Политбюро 28 февраля принимает постановление ни в коем случае по отношению к Москве не допустить столкновения рабочих и красноармейцев. Понимают, что прольется капля крови и уже не остановишь. И для того, чтобы не было таких столкновений на все предприятия крупные направить коммунистов без оружия для пропаганды. Страна 28 февраля 21 года была на грани восстания пролетариата. Новой гражданской войны. Даже не гражданской войны, потому что с кем стали бы воевать пролетари, рабочие, не стали бы они с красноармейцами, потому что красноармейцы находились в таком же положении. Их не дембелизовывали, они сидели в казармах, плохие условия, плохая кормежка, могло все рухнуть. Вот отсюда и начался срочный поиск, как выйти из этого положения. И для начала никто не думал о крестьянах. Почему? Потому что пролетариат более важное было для советской власти, чем крестьяне. Единоличники, кулаки, середники, про... Мелкая буржуа. Да, про микро-буржуа, про Махновщину, Антоновщину. Ленин открыто говорил того же 28 февраля, что это просто банды. И только лишь антисоветские банды. И главная была задача немедленно обеспечить рабочих одеждой, обувью, питанием и пустить заводы. Для этого отпустили 10,5 миллионов золотых рублей, купили в Англии уголь, чтобы доставить в Петроград, чтобы заработали заводы. Стали закупать за границей шарпотреб. Но как было сказано, только для тех, кто работает, а кто волынет, то бишь бастует, как тогда говорили, никто ничего не получит. До предела накалилась обстановка. Более того, о крестьянах один раз вспоминали, о продразверстке и продналоге, но очень любопытно. Правда опубликовала, по-моему, 15 или 17 февраля статью, написанную Петеримом Сорокином, известнейшим социологом, как тогда говорили, буржуазным. Он таким и остался. И он прямо предложил отказаться от продразверстки, перейти к продналогу. И была написана статья дискуссионная. Более того, все, кто читал газету «Правда», до этого читали статьи «Илина», где он размазывал по стене этого Петерима Сорокина. Следовательно, эта статья была опубликована в двойной цели. Во-первых, вроде бы, открыть дискуссию, что это возможно, но с другой стороны, не очень возможно, кто это предлагает, буржуазный специалист. Это вообще удивительно. В правде, в центральном партийном органе публикуется статья Петерима. Которая прямо называется продразверстка или продналог. вопросительный знак. И Петерима Сорокин пишет там, что главная проблема сейчас у крестьян, он не говорит ни о каких махновских и антоновских восстаниях, он говорит, сократилась площадь посевов. Обрабатываемых землей. Он только не объяснил, что лошадей нету, их же мобилизовали начиная с августа 2014 года, на чем пахать. Запасы зерна иссякли, более того, 20-й год не урожайный, у крестьяна осталось только на еду и чуть-чуть на посевы. И тем не менее, Сорокин утверждает, если отказаться от продразверстки, крестьянин сам разберется, сколько ему посеять, и в какой-то степени проблема посевная будет снята. Только лишь это. Более того, даже еще 5-6 марта 21-го года начался, уже открылся 10-й съезд партии, Ленин пишет записку Рыкову, Цурупе и Раковскому. А, Раковскому. Он приехал на съезд в Украину. Совнаркома Украины. Обсудить вопрос о прямом товарообмене между городом и деревней. Никакого еще отмены продразверстки нету. За 10 дней, практически за неделю до выступления. Но положение обостряется. Забастовки идут на грани взрыва вся страна. Главное две столицы. И вот тогда вынуждено Ленин делает очень хитрый ход. Он выступает и предлагает отменить продразверстку, заменив ее продналогом. То есть перекладывает суть проблемы с пролетариата, с его положения, о чем он нигде никогда ничего не говорит. А на крестьян. я смотрел протоколы заседаний Петроградского комитета партии, Московского комитета партии. Они так же, как страусы, прятали голову в песок. Заседание первый вопрос положения на фабриках и заводах. Постановили принять к сведению. Что принять к сведению? Какое положение? Но это регулярно. И одновременно мобилизация коммунистов, вооружение, боевая готовность к чему угодно. Тем временем действует... Причем я замечу, что выборы, кстати, на Ведь 10-й съездили еще и по профсоюзным платформам. Конечно. Потому что шла, в разгаре была сама вот эта дискуссия. у всех было в голове, нужны профсоюзы, не нужны, как таковы. А что происходит с рабочими, никто не вспоминал. И к этому времени, к моменту выступления Леяна на съезде о проднологии, уже в Петроград пришли корабли с английским углем, что-то запустили, снова вернули рабочих, как-то их утихомирили вот этими подачками. Но проблему до конца не сняли. И когда формально после 10-го съезда у нас начинается НЭП, вроде, ну, вскоре уже приняли постановление Совнаркома и в ЦИК и так далее об отмене продразверстики. Да, потом в мае выйдет статья Ленинская уже с более подробным обоснованием. Потом, когда утихомирилось все с рабочими, а не с крестьянами, тогда тихенько стали отменять все постановления по милитаризации труда, которые принимали в 20-м году. Тихо, незаметно, без рекламы, без шумихи ликвидировали тут же в марте трудовые армии. Распустили по домам. Всех красноармейцев, которые задержали на три года сверх нормы в казармах отправились домой. Отменили милитаризацию на транспорте всюду. И это делалось незаметно. И вот только примерно к маю месяцу, когда стихли завостовки, а ведь уже шел съезд, а скажем, в Подольске на патронном заводе рабочие бастовали, но никто на съезде об этом не говорил. Когда все это наконец в мае утихомирилось, начали говорить о уже только крестьянах. При этом была еще великолепная возможность у тогдашней большевистской партии прикрыть события кронштадтским мятежом. Никто не обращает внимания. 19-й год. По южному побережью Финского залива наступает армия Юденича и 1-я эстонская дивизия. Именно в этот момент восстают Красная горка и Серая лошадь. Это было действительно опасно, потому что это мощная база, которая постав и став на сторону белых, она позволила белым бы действительно захватить Петроград. А Кронштадт в марте месяце скованный льдом не играл никакой роли. Во-первых, это не главная база флота, это всего лишь учебная база. Только два корабля имеют экипажи, это линкоры Петропавловск и Севастополь. Более того, туда доставили новое пополнение моряков с юга, с Украины. Там же флот был либо потоплен, либо угнан, и матросики пройдили по берегу, не зная, что делать. И тогда их по идее товарища Троцкого перебросили в Кронштадт. И вот вчерашние, грубо говоря, махновцы нархисты по сути, потому что они не выступали против советской власти, они не выступали за помещичьи земли. Они выступали за советы без коммунистов, да? Опять же не точности. Они все и махновцы и Кронштадт потребовал перевыборов, свободных перевыборов в советы. Кого выберут, того и выберут. Понятно. А уже наша интерпретация... Понятно, понятно, я понял, да. То есть они требовали чистой демократии, условно же. Советской демократии. Советской, да, никакой. То есть не отступали от идеи советской власти. да, но только вот, ребята, что происходит. При этом опять же нужно вспомнить, что главное в Кронштадте было то, что запасовали рабочие тех нескольких небольших заводов, что там были. Механические, судоремонтные и так далее. И вот это создавало опасность. А матросов было не так много. И что они пойдут, пойдут на Петроград, да несколько выстрелов из орудий, лед разбитие, и они будут в ловушке, как и врангелевцы в Крыму. Поэтому Кронштадт дал возможность отвлечь внимание. Знаете, вот каракасицы, когда ее преследует хищник, выбрасывает чернильное пятно, точно повторяющие формы ее. И хищник кидается на это пятно, а каракасица уплывает. Вот так же было с Кронштадтом. Вот, контрреволюция, все, угроза Петрограду. Какая угроза? Тем не менее, шумих отправляет 500 делегатов съезда. Знаменитое ленинское выражение о том, что наша политика превратилась в политику Кронштадта. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, все свели к Кронштадту. И под шумок ликвидировали военные коммунизмы. Уже после съезда. А дальше начинается НЭП. Ради чего? Ради крестьян? Но, простите, 21-й год страшная засуха. Охватывает весь юг. Сеять нечего, есть нечего. Фабрики и заводы также в жутком состоянии. Одна треть закрыта просто из-за отсутствия сырья, топлива. Работать не могут. Одна треть законсервирована. Неизвестно насколько. Работает только одна треть. При этом преимущественно легкая промышленность. Текстильная, обувная. Мало этого, начинают отдавать бывшим владельцам фабрики. Текстильные фабрики. Те, что работали все время, уцелели. Их отдают бывшим владельцам. Безработица неимоверная. Только на биржах труда в РСФСР 2 миллиона человек зарегистрировано рабочих. А далеко не каждый рабочий шел регистрироваться безработной. Им было неудобно, неприятно. Многие уходили в деревню к родственникам, где могли хоть как-то прокормиться. А в деревне, как до революции был переизбыток рабочей силы, так он и остался. И что происходит? Крестьянин теперь должен платить налоги. Денежный налог, натуральный налог в виде поставок зерна, мяса, чего угодно. Гужевой. Шесть дней в неделю на своей лошади, на своей телеге вози, кого потребуется. Мало этого, это три государственных налога, а еще были местные налоги. Сельсоветы обирали жителей за все. Свадьба платить деньги, брак платить деньги, родился ребенок платить деньги, умер платить деньги. Более того, взятошничество развелось. Но самое главное было другое. Хотя тогда разделили крестьян на шесть категорий, ну, по количеству земли, наличию скота, всего, да. На деле было всего три основных группы. Кулаки, середники и бедняки. Кулаки появились, я думаю, все знают, еще до революции. Это результат Столыпинской реформы. Кто это? Это член крестьянской общины, которые помимо своего надела еще имеют мельницу, либо крупоружку, либо кузницу, либо лавку. И с помощью вот этой дополнительной силы держат общину в кулаке. И дает кредиты, условно говоря. Да. Более того, а у бедняка лошади нету. Как ему пахать, неизвестно. А заплатить налог он обязан. Что делает бедняк? Он нелегально сдает свою землю в аренду кулаку. И вдруг оказалось, что у кулаков в среднем обрабатываемой земли 150 примерно гектаров. На одно хозяйство? На одно хозяйство. Нелегальное. При этом в сельсовете за взятку он получает нужную справку, а фактически владеет 150 гектарами земли. Может кулак обработать одной семьей, силой одной семьи? Нет. И для того, чтобы обработать такую большую площадь, кулаки нанимают батраков. Батраков. Но сколько им платят? То есть своих же соплеменников? Односельчан. Сохранились документы. Женщина с весны по осень за мешок ржи и платочек ситцевый вкалывает. Целый год? Почти, ну, весь крестьянский год. Ну, да, да, да. А мешок ржи это 50 килограмм в среднем форме. 60 даже будем говорить. И что получается? денег они не веют, бедняки. И они вынуждены идти в город на заработки, чтобы заработать деньги, чтобы заплатить налоги. Ни на еду, ни на мануфактуру, ни на новые сапоги, ни на сахар с керосином. Только заплатить налоги. Доходит до того, что многие бедняки в определенное время по всей стране собираются как бы в банды, нападают на поезда, либо, если есть река с судоходством на пароходы, грабят пассажиров, чтобы заплатить опять же налоги. Это НЭП. В Ленинграде уже Ленинград, студенты также собираются в банды, нападают на НЭПМанов в ресторанах, грабят их для того, чтобы просто выжить. Прокормиться. И не на что есть. Официальный орган наркомпроса, журнал «Народное просвещение» сообщает «В Одессе учительницы молодые, чтобы не умереть с голоду, занимаются проституцией». Это официально пишет наркомпросовский журнал. Он же сообщает «Херсонес», директор музея-заповедника, продает пушки времен обороны Севастополя, чтобы как-то поддержать существование музея. Страна продолжает рушиться. При этом в открытую уже бывшие защитники НЭПа издеваются над ним. Рыков выступает, говорит, что такое НЭП? Это НЭПанша с МОПСом гуляет по Кузнецкому мосту, по магазинам модным. Вот в чем выражалось. В Москве открыто действует валютная биржа. Можно купить доллары, фунты, франки французские, продать их, никакой проблемы нету. И главное, деньги перестают что-либо стоить. Это бумажки. И тогда группа товарищей, как позднее говорили со Сталином, говорят, ребята, ведь выправить финансовую систему очень просто. Сделать то, что делал уже Витте. Ликвидировать сухой закон, а он был с августа 2014 года, выпускать водку, коньяк, но как государственная монополия должен быть этот весь выпуск алкоголя. Возражали все, Крупская, Троцкий, Бухарин, кричали недопустимо спаивать народ, им говорили, да и так деревня пьет, гонит самогон с 2014 года, но благодаря монополии на водку мы будем получать огромный доход. И действительно только восстановив государственную монополию на производство спиртных напитков, мгновенно удалось решить финансовую проблему. То есть из бумажек, где было написано 100 миллионов рублей, начали выпускать нормальные червонцы. Это так, знаменитая реформа Сокольникова, которая была проведена в два этапа. Причем ведь в одной из своих статей Ленин же прямо писал, что нам нужна твердая валюта, а не хлам в виде собзнака. Без твердой валюты не плетит к черту. Но это удалось сделать только после смерти Ленина. И появились червонцы бумажные по образцу английских фунтов стерлингов белая бумага с одной стороны портретом Ленина. И золотые монеты рублевые точно повторили. Николаевские червонцы. Да. И мы получили примерно на 6 лет твердые деньги, которые стоили очень хорошо. И это позволило делать следующие шаги. Дзержинский вместе со Сталиным выступает за индустриализацию. А это было предложение именно группы Сталина Дзержинского? Да. Да. Дзержинский в это время уже давно не занимается ВЧК. Да, да. У него ВСНХ, у него производство. Наркомат по пути сообщения еще, да? До этого он выправил железные дороги и получил всю промышленность. Дзержинский выступает и говорит, у нас деревня дает урожай с гектара в три раза меньше, чем в Германии. В четыре раза меньше, чем в Голландии и во Франции. И несоизмеримо меньше, чем дают главные производители зерна Канада, Соединенные Штаты, Аргентина, Австралия. Вот там действительно урожай. Почему? Да потому что, во-первых, техника, не лошадка с сахой, а трактор и плюс комбайн. В это время в Соединенных Штатах уже несколько сот тысяч комбайнов у нас ни одного. Во-вторых, обязательно химические удобрения и обязательно агротехника, соблюдение агротехники. И Дзержинский предлагает начать с простого. Выпускать тракторы, комбайны, наладить химическое производство удобрений. Это первый шаг поднятие сельского хозяйства. Уже не отмена продоразверстки. Оказалось, этого недостаточно. Нужно делать сельское хозяйство современным. Потому что крестьяне быстро к 23 году сумели восстановить посевные площади, но вырастить столько же скота, сколько было до революции, даже до Первой мировой войны. Но это просто время нужно было несколько лет, пока подрастут телята. Но планы вот эти индустриализации наталкиваются на сопротивление тех, кто стоит во главе Совнаркома Рыкова, Бухарина. Бухарин кричит крестьянам обогащайтесь, то есть за любой счет становитесь богатенькими. Рыков говорит вот с Троцким мы вместе обсудили есть план индустриализации. Строим Днепрогез, у американцев заказываем проект, строим Сталинградский тракторный завод, уже купили, и Туркестан и Сибирскую дорогу, описанную в золотом телерке. И все, вот план. Как и мне доказывают, что это не индустриализация. Что индустриализация это создание прежде всего металлургических комбинатов, которые дают металл. Во-вторых, станкостроительная промышленность. И только следующий этап, это уже производство машин конкретно. Никакая сила. И вот эта борьба происходит примерно до 28-го года. И поначалу Сталин трудно сказать вынуждена по тактическим соображениям солидаризируется с правыми, то есть с Бухариным, Рыковым, против левых, которые настаивают, Зиновьев, Троцкий. Так называемая объединенная оппозиция или Троцкий. Да, да, да. Это 23-27 год, это как раз пик борьбы с этой оппозицией. Да. Здесь вообще Сталина и можно понять. Во-первых, у него еще никакой власти нет. Абсолютно. Нулевая. Во-вторых, страна к этому моменту еще не готова приступить к индустриализации. Деньги, нужны деньги прежде всего, а их найти не могут пока. Потому что происходит страшное последствия принятия НЭПа. Кулаки собирают богатые урожаи. 25-26 год. Мы радостно готовы продать первыми на лондонской зерновой бирже по высоким ценам, а крестьяне не продают государству. У нас в портах в Одессе, в Мариуполе стоят сухогрузы, в основном итальянские, чтобы везти наше зерно. Уже мы его продали. А его нету. А кулаки говорят, ребята, сейчас низкие для нас цены. Вот будет не урожай в следующем году, мы в два раза дороже продадим. И начинается так называемая крестьянская забастовка. Хлебная забастовка ее называли. Да, крестьяне за горло пытаются взять государство. Правые соглашаются, а левые говорят, это получается замкнутый круг. Мы продаем зерно крестьянское за рубеж, получаем валюту и покупаем на эти деньги то, что нужно крестьянам. Тракторы и прочее. При этом происходят дикие склоки и ругатня. Ростов-на-Дону завод Красный Аксай готов выпустить Фордзон, наш трактор. 800 штук, все рассчитано, есть металл, есть проект. только начинай. Давай государство в закупку. Наш внешторг покупает 600 тракторов за рубежом. Понятно. И все время внешторг покупает то, что мы можем сами производить, бессмысленно тратя деньги. И возникает уже конфликт не только наверху между отдельными людьми. Межведомственные уже конфликты. начинается политический кризис, если говорить всерьез. Потому что не решим мы проблему индустриализации, нам останется только прозябать на задворках Европы и мира. Ну вот я думаю, что вот это уже становится более понятным нашим зрителям, что такое НЭП. Ничего хорошего. Продолжаются. забастовки. Продолжаются безработицы. Выплескивается из деревни излишняя рабочая сила, которую некуда девать по тогдашним условиям. И страна остается на крайне низком уровне развития. Технологического развития. Не только технологического. Мы просто выпускаем в это время металла в 5-6 раз меньше, чем до революции. станков все, что мы производили, мы производим только в сокращенном в 10 раз объеме. Поэтому клеит жизнь экономическая в нашей стране. И, казалось бы, безвыходное положение. А положение в тот момент все более очевидно становится индустриализация. Разрабатывают план развития народного хозяйства. Тогда еще не говорили первый, а просто пятилетний план. Считаю, что за пять лет мы уложимся и сделаем. Благодаря твердой валюте. Но главное, нашли, наконец, источник денег. Новый нарком внешней торговли товарищ Микоян рвет на себе тельняшку и клянется на 16-е парт конференции, даст любое количество денег, которое нужно. Почему? Мы продаем за рубеж прежде всего нефть. Не хлеб, нефть. Мы продаем лесоматериалы, пиломатериалы, как тогда говорили, зерно где-то на пятом-шестом месте, продаем пушнину, продаем золото, продаем даже... Пеньку даже продавали, по-моему, Пеньку, да, как при Петре. Продаем даже рога и копыта. Да, да, да. Астамбендер заготовил, это не шутка. Не шутки, да, да. Это действительно экспортный был товар. Товар, да. И, посчитав, Михайан заявляет, внешторг... План перевыполнят. Абсолютно, полностью. И только тогда принимается максимальный пятилетний план, который рассчитали хорошо, не учтя одной маленькой детали. в октябре двадцать девятого года на мир рухнул мировой кризис. Великой депрессии. А к этому мы, это мы теперь так называем депрессия, мировой кризис экономический. А к этому времени мы уже купили у Форда автомобильный завод для Горького. Мы купили тракторные заводы, мы купили тракторы у Маккормака, комбайны. Уже нужно монтировать заводы, они поступили, а мы еще не заплатили денег. Мы же купили в рассрочку. А мировой кризис у нас перестают все покупать. И мы судорожно создаем, во-первых, двойные фирмы. То есть, вроде бы, Германа советская продает бензин на всех дорогах, автострадах Германии. Автозаправочные станции, наш бензин. Такие же заправочные станции по всей Великобритании. Наши. Этого мало не помогает. Мы тогда продаем как взятку 16 картин в три приема из Эрмитажа мирового класса. Кому? Во-первых, Гульбекену. Гульбекен владелец компании, которая тогда называлась Ирак Петролем. Бывший тюрк, тюркиш ойл. Его называли, кстати, нефтяной Телеран. Да. Такая кличка была. За то, что мы ему продали несколько картин в его коллекцию, Гульбекен делает отличный ход. Он продает нашу нефть на мировом рынке в своих квотах, а Зикки все честно отдает нам. То же самое мы делаем с Меллоном. Сегодня в Вашингтоне есть национальная галерея. И там в нескольких залах коллекция картин министра финансов Меллона. Ему продали несколько картин. Он за это дал разрешение продавать нам в Америке марганец, которого и так у американцев хватало, спички и прочее, что приносило нам деньги. Но американцам было в общем-то в тот момент совершенно не нужно. Поэтому когда сегодня говорят, ах, мы тогда потеряли бесценные сокровища, я отвечаю просто. Зато мы приобрели те танки, пушки, самолеты, которые помогли нам выстоять в войне и победить. Мы по сути дела реализовали вот ту стратегическую задачу, которую Сталин в 1931 году и обозначил. За 10 лет пробежать на самом ноте. И он ошибся ведь, самое любопытное, на несколько недель. Немцы напали чуть позже, но точно через 10 лет. Вы знаете, Юрий Николаевич, к сожалению, сегодняшний наш эфир уже подошел к концу, но мы обязательно продолжим вот этот интересный содержательный разговор. Большое вам спасибо за то, что вы вот этот глянец снэпа, который присутствует и в широком общественном сознании, и в нашей учебной, и даже в научной литературе сняли, потому что история, она, конечно, гораздо более многомерна и противоречива, чем это... И многоцветна. И многоцветна, чем это представляется в обыденности. Я хочу вам выразить самую искреннюю благодарность за то, что вы опять пришли к нам в студию. Я вас приглашаю, вы всегда желанный гость, приходите. Я как только могу всегда у вас, но я все-таки нашим зрителям советую не ограничиваться моими беседами, а лучше взять библиотеки или купить мои книги, где в большем объеме с конкретными ссылками на документы, на постановления, на цифры, они получат полную информацию. Кстати, ваш шеститомник, его же можно приобрести без торговой наценки, это очень важно, в самом издательстве Концептуал. Причем там есть рассылка по всем регионам России, Белоруссии, Казахстана. Так что, уважаемые зрители, у кого есть потребность действительно знакомиться с серьезной научной литературой, причем написанной хорошим литературным языком, милости просим. По тем, которые больше никакими историками не освещаются. Да. Почему-то никому нету дела до того, что было у нас в 20-е и 30-е годы. Ну да, 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 к сожалению. Считается, ну только один сплошной гулаг. Да, ну безусловно, да. И старин, который по утра вместе с молотом пьет кровь младенцев, закусывает. И как шутили после 20-го съезда, это было время, когда одна половина населения сидела в концлагере, а вторая половина их охраняла. Или как шутил Смирнов-Сокольский, мы живем как в автобусе. Одна половина сидит, другая, говорит, половина трясется. Ну что, дорогие друзья, а с вами позвольте раскланяться. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok